Я не знаю, что это такое, я не знаю, каким это будет. Вот весь смысл моей работы, то, что мы работаем вдвоем. Сначала работает природа, вот что-то она сделала, потом я дорабатываю. Дмитрий Новиков – творческий человек с богатой фантазией. Восхищается природой и любит мастерить. Недавно с женой переехал из Троицка в поселок Октябрьский. Много работал в разных местах. Учился и не заметил, как вышел на пенсию. Тогда, в 2019 году, мужчина нашел себе новое ремесло по душе. Вышел на пенсию, поехали как-то в лес. Это было два года назад. Поехали в лес за грибами и ягодами. Но вот засушливый был, ничего не нашли. И вот ходил, пинал пеньки всякие разные, бугорки. И увидел бугорок такой интересный. Ну, гляжу, что это не гриб. Вот это первый я нашел его. Это была вот такая болванка. Вот это все лето я выдавлю. Ничего даже стамеской не берет. Очень крепкое дерево. Деревяшку необычной формы Дмитрий выкопал и забрал с собой домой. Из интернета узнал, что правильно ее название кап, нарост, который образуется на деревьях. С него и начала образовываться большая коллекция природных экспонатов. Позже к ним добавились и коряшки. Так их по-доброму называет наш герой. Это нечего шлифовать. Просто хорошенько почистил. Руки сами чистят, потом лишние убирают. Это не я шлифовал. Он такой был. Ну, правда, он лакомил покрал. Но он отшлифованный. Видно, что рука человеческого шлифовала. Это уже сто лет. И ей уже, я прикинул, это лет сто пятьдесят соснет. Каждую найденную коряшку копичанин сначала очищает от гнилого слоя, чтобы лучше был виден образ. Затем фигуру шлифует или экспериментирует с покрытием. Когда масло покрасишь, оно как бы прозрачное становится и все цвета появляются. Если лакомо, оно просто блестит. А масло еще красоту дает. Вот видите, как цвет меняется? Опять яркий становится. Вот если маслом, о котором я говорил, специальные масла разные помазать, вот такая ваза, она останется. Жена Дмитрия рада, что муж нашел себе хобби. На поиски в лес они выбираются вдвоем и возвращаются с полным багажником природных материалов. В некоторых из них Надежда начала видеть ловцы снов. Когда он мне их наделал много, сижу, смотрю тоже. Ну, что это, что это? Ну, это вот сразу такое мощное, это, думаю, это морской ловец снов моряка. А это, ну, на удачу охотнику, так сказать. Когда он это сделал, тут вроде как птичка какая-то, ну и зверушки. Надежда любит дополнять деревянные украшения или функционально использовать их в доме. А Дмитрий, наоборот, считает, что нужно оставить все в естественном виде. По его мнению, природа лучше творец. Очень большой объем, то есть тут все гнилое было. Но я чувствовал, что там что-то есть среди. Не всю эту гниль убирал, убирал. Сидит и чистит, и шлифует, и мажет, и пробует. Иди посмотри, а как лучше, а на что это похоже, а тебе это кого напоминает. И у меня, конечно, такой творческой нотки нет, как у него. Около бани у нас навес был, и вот он там работал. Все в пыли, все в стружке. Вот это мое рабочее место, летом, зимой, конечно, работать тяжело и невозможно. Вот есть заготовки на лето, это для ловцов снов, Надежда Викторовна. Здесь они у меня, я выставляю сюда свои изделия, они загорают немножко. Вот, например, пример того, как из ничего что-то получается. Это обычная кора, гнилое дерево. Инструмент, который я использую, это старый он тоже, не моложе, наверное, этих деревьев. Это дедовский инструмент, видите, еще какие ручки самопальные, но они очень прочные, надежные. И вот этими вещами я очищаю. Вот этот молоточек тоже старый, тоже от деда остался. В некоторых деревянных объектах Дмитрий видит персонажей, дает им имена и придумывает для каждого небольшую историю. Моя красавица прилетела из Марса, с планеты Марс, когда он взорвался и без перьев долетела. Осталось одно пёрышко только. Находки Дмитрий Новиков продавать не торопится. Преображают все коряжки для своего интерьера. Вместе с женой он планирует поближе познакомиться с природой Челябинской области и найти местность, где можно собрать множество деревянных материалов для творчества.